Молдфутбол.ком Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Первая и третья желтые, вторая и четвертая красные. Твертая рота, руководительная, каеку, бокал, отбой. Первая и третья желтая, иначе четвертая красная. Если в прошлом году Свентл Георгия боролись за выживание лишь под конец чемпионата, им удалось избежать вылета в дивизию А, в этом сезоне сорученцы укрепились поистине чемпионским составом. Сразу четыре игрока, принадлежавшие Кишиневской даче, стали святыми. К ним присоединились и другие опытные игроки, ранее игравшие в национальной дивизии. Таким образом, Свентл Георгий надеется избежать последнюю строчку турнирной таблицы. Я хочу поблагодарить руководителей Зимбру и дачи за своеобразную помощь в этом смысле. И вот после приобретения этих игроков, я думаю, что цели должны быть другие. Но мы должны играть где-то повыше, не ниже середины таблицы опускаться. Весь костяк с прошлого сезона ушел в другие клубы. Пришлось заново кроить команду. Спасибо, что дача Зимбру пошла навстречу и дали нам в аренду игроков. А так бы, даже не знаю, как бы начали. Скоро будет матч, ну не скоро, а через несколько туров с дачи. Не боитесь, что они не будут играть в полную силу в этом матче с прошлой командой? Я думаю, наоборот. Они хотят доказать дачи, что они ошибаются, что они заслуживают играть там в основном в составе. Я думаю, наоборот, с удвоенной энергией выйдут. Чемпионы дачи обосновались и в тренерском штабе святых. Теперь главному тренеру будет помогать и бывший дак Юрий Грошев, который попытается передать весь свой опыт молодому поколению. Как бы, наверное, наступил тот момент, когда приходится потихонечку оставлять качество игрока и переходить к качеству тренера. Поэтому в этой команде я совмещаю две должности играющего тренера. Для любого футболиста, я думаю, такое окончание его футбольной карьеры все-таки достойное, я думаю. С уходом семи молодых футболистов, воспитанных в Сурученском клубе и с приходом опытных и немало известных игроков из национального чемпионата, футбольный клуб «Свентл Георгий» отказался от своей изначальной идеи – продвигать и растить своих местных игроков. И тем самым потерял изюминку, которая отличала его от всех остальных команд нашей футбольной Молдовы. Тактически поступили в этом году по-другому, взяли игроков поопытнее, потому что предыдущие два сезона показали, что только на молодежь опираться нельзя. То есть можно, но результат получается ближе к риску. Несмотря на значительное усиление, святые еще и испытывают проблемы с комплектованием команды, и конкретные задачи перед ребятами на сезон еще не поставлены. Ну да заявлять будем сейчас еще россиянина Ирохина Кирилла на позиции левого защитника и мордаря Сашу на позиции правого защитника. Задача у нас, скажем так, выигрывать в каждой игре. Для начала у нас задача сделать команду из всего этого набора футболистов, которые собрались у нас. Я подсобрался тут сплав молодости и опыта, и я думаю, что нам все-таки удастся по ходу чемпионата стабилизировать нашу игру, стабилизировать состав. Задача одна – это показывать красивый футбол. В Суручене принялись менять не только лицо команды, но и местный стадион. Здешнее поле с искусственным покрытием было забраковано Федерацией футбола Молдовы, вплоть до запрещения проведения матчей. Сейчас руководство клуба меняет основу под искусственный газон, после чего на нее будет постелен прежний ковер. Был разговор о новом ковере, потому что мы получили старый ковер из-под воды. Были разговоры, то есть нам предлагали уступить пока, Зимбру уступить свой, потому что у них есть еще свои купленные. Мы хотели расширить чуть-чуть поле и поставить новый ковер, но Федерация не пошла на новую встречу. Судя по всему, большие перемены ожидают Сурученцев. Насколько благоприятными они будут и сумеют ли святые сбросить с себя штамп команды борющейся за выживание, покажет время. Ушла наша съемочная группа из Суручен, уверенная лишь в одном. В этом селе неизменными остаются лишь дороги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok